После того, как Клеопатра убили Юлия Цезаря, Клеопатра и его жена, он сидит за круглым столом и там они вытаскивают меч по очереди. Кто это за король? А я нашел другую, хоть не люблю нос, Махунга! Нью Эрмитаж? Я не знаю. Нью Эрмитаж. Дальше Эрмитаж. Замотали? Я сейчас не ходил, просто я в интернете набрал, сказали, что он закрыт на реставрации, замотали. А я до этого приезжал, где-то недалеко тоже был замотанный какой-то памятник и на нем типа медный садник. Я думал, может там еще один этот медный садник, просто я так думал. И якобы, я думаю, раз этот закрыли, то должны открыть. Я не знаю. А вы откуда приехали? Я приехал в Иркутскую обувь, в город Тулуб. Я предлагаю вам сейчас участвовать в моем шоу. Давайте? Давайте, пожалуйста. Так, 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 так. Как вас зовут? Сергей Николаевич. Меня зовут Евгений Всеволодович Колесников. Меня Сергей Николаевич. Зачем я это сказал? Меня по-другому зовут Женя. Жека, просто Жека меня зовут. Итак, Сергей. Вопрос номер 1. У этого древнего короля был круглый стол. Что за король? Король Ричард. Ричард Львиная Сердца? Ричард Львиная Сердца. Я хотел сказать, у меня лев в голове грудь. Смотрите, я больше чем уверен, что у этого короля Ричарда тоже был круглый стол. Я думаю, что не только у Ричарда, а еще у многих у этих королей было этих столов целый килограмм. Но у меня в телефоне ответ другой. Ибо этот мужик ассоциируется не только с круглым столом, где эти все рыцари его кореша сидели, но и с мячом. Знаем такого? Хмыря. Не приходит в голову. Я вам предлагаю сейчас что сделать? Чтобы выиграть по-любому в этой передаче, а если вы выиграете, вы получите тысячу рублей, спросите у кого-нибудь. И все куда-то разбежали сразу. Да, да, да. Какие еще ангельские короли-то вы знаете каких? Английский король-король-король-король. Прям на языке вертится сразу же. Меч они там все вытаскивали-вытаскивали, вытащить не могли. А он взял, да вытащил. Меч этот. Пацанов собрал всех. Столик кругленький этот. Состругал и все сидели. Не помню, не помню, не помню. Давайте у кого-нибудь спросим. Вот может быть женщина знает. Видите, работа вам на минутку? Ну так, подожди. А вон может быть люди добрые. Видно, что не знаю. Видно, что не знаю? Да. А вот давайте мужчину спросим. Мужчина, можно на минутку? Скажите, пожалуйста, вот есть английский король. Английский король. Он сидит за круглым столом. И там они вытаскивают меч по очереди. Вот кто это за король? Вот меня спросили. Я не могу. Нет, не могу сказать. Он не силен в английский. Английский король. Извините, извините. Подскажи, пожалуйста. Короче, вот вопрос. Есть король английский. Он сидит за круглым столом. И много вокруг тоже рыцарей. И они вытаскивают меч. Не могут вытащить. А он вытащил. Вот что за король? Вопрос. Понятный. Ого! Тут и лично интеллектуальная тема пошла. Ричард Львиное Сердце не подходит. Не тот. Тут что за король? Я на языке вверх. Но они не вытаскивали оттуда меч. Он до этого вытащил этот меч. Хочу просто шапочку Новогодию дам. Спасибо. Все, я ответил на вопрос? Ответили. Там скажете, что я молодец, хорошо? Ты молодец. Но помогите. Добрый день. А что, разыграем? Для начала нужно ответить на вопрос. Какой? Есть английский король. Он сидит за круглым столом. Их там много рыцарей рядом. И якобы пытаются вытащить. Да они не пытаются. Они уже до этого пытались все. А сейчас просто они сидят, кайфуют за столом. А он вытащил меч. Вот такой вот. Это же Артур. Король Артур? Конечно. Все. Как зовут? Николай. Спасибо, Николая. Спасибо, Николаю. Да, разобрались. Нет, что. А я львиное сердце говорю. Нет, зачем. Артур живет. Это же достаточно очевидно. Достаточно известная личность была на самом деле. Вот видите, какая. Продолжение банкета. Продолжение банкета. Пасашок. Если понадобится ваша помощь, вы далеко не уходите. Хорошо? Но пока отвечает у нас Сергей. Хорошо. Мы поделим пресса, да? Кто привез картофель в Россиопу? Петр Первый. Петр Первый. Браво. Какая самая маленькая страна в мире? Самая маленькая страна в мире? Ну, отдыхают все. Как она? Майорка? Не Майорка? Как же? В Европу все ездят. Тут богатые там отдыхают. Она и назвать. По-моему, Майорка. По-моему, нет. Поскажете? Я думаю, Мальдиву, наверное, все-таки. Нет? Нет. В Европе она страна эта маленькая недавно. В Европе маленькая страна, но там особо не кайфуют. А, спросим у кого-нибудь. Помощь зала. Помощь зала, пожалуйста. Пожалуйста. Самая маленькая страна в мире. Город Ватикан. Нет. Ватикан. Ватикан. Ватикан, говорят. Совершенно верно. Совершенно верно. Итак, четвертый. Четвертый вопрос. На троих есть? На четверых. Тут еще один есть. А на пятерых даже. Внимание, четвертый вопрос. Дым, сигарет с ментовом, пьяный угар качает. В глаза ты смотришь другому, который тебя обласкает. А я нашел другую. Хоть не люблю, но целую. А когда я ее обнимаю. Все равно о тебе вспоминаю. А я нашел другую. Хорошо. Спасибо. Спасибо. Спасибо, друзья. Итак, пятый вопрос. Сергей, вы как герои все-таки этого мероприятия. Немножечко можно вас поближе. Ребята, вы на этом. На потанцовке. Итак, вопрос. Чьей женой стала Клеопатра после гибели Юлия Цезаря? Чьей женой стала Клеопатра после гибели Юлия Цезаря? Помощь зала. Да, помощь зала. Помощь зала. Зал помочь не может. Еще раз вопрос. Чьей женой стала Клеопатра после гибели Юлия Цезаря? Цезаря. Императрицей? Чьей женой. А, чьей женой? Чьей женой. А, после Юлия Цезаря был у нас Юлия Цезарь? После Юлия Цезаря кто у нас будет? Императорские внука? I don't know. Его корешок! Да понятно, который отравил его, да? Ну не Александр, что там, наверное, был, да? Как вас зовут? Жека. Жека. Держи конфету, мы пошли дальше. Кто его отравил? Одесс. Кто его мог отравить? Давайте спросим у кого-нибудь. Это последний вопрос. Ее, можно на минутку? Нет, знаете, как это делается? Вы берете микрофон, я вас снимаю. И так будет гораздо прикольнее. Так, так, так. Вот смотри, молодежь идет. Сейчас они, хотя они ни хрена не знают. А может знают? Друзья, помогите. Друзья, можно спросить у вас? Один вопросик. Да. После того, как Клеопатра убили Юлия Цезаря, Клеопатра его жена, на кого вышла замок после него? За кого вышла замок? Вот тоже вот. Извините, он у нас. Понятно. Понятно. Видите, какие они все трудные на подъем, да, Сергей? Да, да, да. Может быть, вон тот ковбой в розовой куртке все знает? А он по телефону разговаривает. А мы сейчас вот влечем. Молодой человек, можно узнать? Сейчас Тебе тебе перезвоню. Вопрос. Вопрос вот. Скажите, мы вот просто мне задавали вопрос опять. На пятый вопрос не могу ответить. Клеопатра после смерти Юлия Цезаря. За кого вышла замок? За Марк Антонио. Гениально. Как Вас зовут? Илья. Спасибо. Илья, спасибо тебе большое. Спасибо. Марк Антонио. От кайфу, от куртки твоей просто. Спасибо. И от усиков, и от усиков. Спасибо, приятно. У Вас тоже классная борода. Спасибо. Так просто рад, наверное, Марк Антонио. Просто Марк Антонио. Люди ночительные. Люди, да, знают, соображают. Так, передайте привет кому-нибудь, что ли. Сейчас разбиться микрофон. Я пока в кассу залезу. Хочу передать привет своему сыну, который живет здесь в Питере. Я приехал к нему. Его... Сегодня все просто к сыновьям приезжают. Его будущие супруги, которые, ну, недавно они объявили, что будут, ну, что у них помолвка, все такое. Ну, и, конечно, передать своей семье, если они меня услышат. Я нахожусь в Петербурге, они находятся в Иркутской области. Своей любимой жене. Своим любимым. Тещей, тестью, как бы родителей у меня нету. Ну, и своему внуку Богданчику. А, еще дочь у меня, дочь Екатерина. Большой привет. Спасибо. Спасибо. Это ваш приз. Понеделить не надо, слава Богу, эти соскальщины. Спасибо. Варвары. Спасибо большое. До свидания. Взаимно. Всего доброго. Хорошо, спасибо. А это что за канал или что это? Ой, да это в Ютубе, на Яндекс.Зене, если вы следите. Ну, посмотрим, посмотрим. Спасибо вам большое. Не за что. Как бы мне сейчас не было... До свидания, Сергей. Сергей Маша так мне рукой чуть не грохнулся. Как бы мне сейчас не было зябко моим пальцем, и как бы у меня не сучилась и струилась вода из ноздрей, придется все-таки закончить этот великолепный выпуск. Дорогие собеседники Тышничтра района Красносельского у турецкой Монгола Игл Табора. Для тех, кто еще не отключился, для вас информация. Теперь рубрика простым языком будет находиться на моем втором канале. Помимо этого, всяких интересных, вообще не интересных, неадекватных и непонятных видосов. Также можно будет эти все видосы найти на канале. Втором он называется Еширяев. А также... Что хотелось сказать? А также... Я хочу найти тех людей, которые смотрят эти видео, которые будут в Питере, либо они живут в Петербурге. те люди, которые хорошо поют, ибо для этих людей я придумал новое шоу, заточенное на тех людей, которые любят петь и умеют петь. Если есть такие, напишите, пожалуйста, мне на почту, на моем мыло, либо в мой инстаграм. И мы с вами доработаем это шоу до конца, снимем его, и мне кажется, что будет очень прикольно. Нет, я не... Я не это делаю, я не хочу этого делать. Пока не хочу, но если вдруг вы понимаете, что надо это сделать, делайте. Отойдите в сторонку, чтобы люди потом не чувствовали этот запах. Потому что это все повлечет последствия, если вы не будете этого делать. Вздутие живота, геморрой, гонорея. Вам это надо. Еще я кое-что узнал, и это абсолютная правда. Никакого юмора нету. Те люди, которые нюхают пердеж, это очень полезно для здоровья. Это для сердца, для всего. Это просто... Это плацебо, это Женевьево, это Сантьяго. Поэтому пердите и нюхайте свой и чужой пердеж. Пока! Макунга! 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 Макунга!